Всем привет! Друзья, пока мы не начали, можете поднять руки те, кто из ритейла или интернет-ритейла? Ага, у нас две руки. А откуда? Магазин S7. А вы? Эльдорадо. Прекрасно, спасибо. Так, есть? А куда? Да, есть. Ага, здорово. Итак, еще раз всем добрый день. Меня зовут Коротков Анатолий. Я 4 года назад основал компанию консалтинговый техаудит. И, в общем-то, мы начали работать за вкусовым. Вкусовым наш был первый клиент, и до сих пор самый крупный. В общем, по сути, мы выросли на вкусовеле, и офис у нас там же, где у вкусового. Вот. В общем, по сути, мы так довольно сильно интегрированы. Поэтому я имею сейчас возможность рассказывать про кейс, который мы делаем для них. И практически 80% своего рабочего времени я сейчас трачу именно на этот кейс последние полгода-год. В общем, до этого я занимался разными вещами, самыми странными. В 17-м году мы начали, и для вкусовела понаделали кучу разных задач. Они просто очень быстро растут, им все интересно. А мы как консалтинг-компания помогали им понять вообще, что с этим делать. Из того, что им интересно. И в какой-то момент, значит, летом 2020 года… Так, это не так интересно. Они пришли и сказали, слушайте, а давайте найдем что-нибудь, чтобы нам еще сделать такого, чтобы нам вырастить выручку. Какой-нибудь новый такой идею сервис-продукт, который был бы нам полезен, приятен, комплиментарен и помог как-то добавить выручки еще хотя бы миллиард в год. Собственно, с этого все началось. Они нам поставили примерно такие оценки. То есть там 12-15 миллиардов рынок оборота. В смысле рынок соответствует идеологии вкусовела, не требует больших капитальных затрат. Но мы как традиционные консалтеры пошли смотреть всех конкурентов. Посмотрели сотню ритейловых компаний, посмотрели, что они делают в дополнение к своей основной бизнес-модели. Оказалось, что они делают до хрена всего разного. Как бы коллеги искусства на все это посмотрели и говорят, о, значит, рекомендательный сервис. Кажется, мы давно об этом думали и кажется, вообще это как-то совпадает с нашей идеологией. Говорят, давайте вы нам расскажете о том вообще, а что это такое. И вообще имеет ли смысл дойти. И вообще рекомендации по питанию это вообще бывает? Как бы научно обоснованно, как-то корректно. Или там просто какое-то сплошное маркетинговое нечто. Ну и дальше пошел анализ рынка. Мы начали общаться с экспертами. Они нам начали рассказывать о том вообще, что такое правильное питание. И выяснилось, что, в общем-то, есть простейшие рекомендации по питанию, которые многие из вас видели в таких красивых коротких картинках. И кажется, что это слишком просто. Ну как бы просто ешьте несколько раз в день, не надо переедать, там белки. Ну в общем супер базовые рекомендации. И в общем все эксперты нам в один голос сказали, что они обеспечивают самый большой эффект. А все остальное, что есть на рынке в огромном количестве маркетинга, это в общем еще плюс 10%, если очень сильно заморочится, ради бога. Но есть огромный холивар по поводу всего того, что есть сверх вот этих базовых рекомендаций. И мы в этот холивар, я сейчас не пойду, я не буду отвечать на вопрос о том, что такое правильное питание, почему мы взяли именно эту точку зрения. Как бы этот холивар остановить невозможно, потому что под любую точку зрения есть обоснование. Вот как бы, ну к сожалению, такова ситуация. И дальше мы посмотрели на зарубежный рынок. Оказалось, что там в общем это чуть больше развито, чем у нас. Есть анкеты, есть носимые девайсы, есть всякие тест-киты, в общем с разными ценниками. Есть наш российский рынок, который представлен самыми разными товарищами. В основном они поставляют информацию, но есть те, кто поставляет еду, всем известные, ну в общем коллеги, которые привозят наборы готовой еды. И мы как бы на все это посмотрели, им все это показали. Они говорят, окей, замечательно, но тут азбука вкуса, значит, решила проинвестировать в этот стартап, и наша идея быстро была форсирована. Они сказали, слушайте, классная идея, надо делать. В общем, спасибо коллегам из азбуки вкуса за то, что они форсировали эту идею. Нам было гораздо проще стартовать весь этот проект. Был еще дополнительный тест спроса, просто вручную как бы решили клиентам вывесить лендинг, сказали, слушайте, напишите, заполните анкету, мы вам сделаем план питания персональный. По сути, сидел нутрициолог и вручную там как бы составлял. В общем, был такой прям вот супер как бы кондовый MVP, там два человека, там совсем мало клиентов, получили рассылку, заполнили анкету, но получился довольно прикольный результат. То есть как бы людям понравилось, они начали возвращаться. И поняли, что в целом тема живая, что вроде как аудитория ровно вот про эту историю. Потом постарались заглянуть под капот нескольким стартапам, потому что вкусвилл сказал, слушайте, а может нам не надо делать, может можно купить, ну как бы, чего заморачиваться. Заглянули, посмотрели, поняли, что нет, все-таки лучше сделать. Начали проектировать пилот, собрали команду, и была у нас вот такая, значит, типа план победы. Просто, то есть мгновенно за несколько месяцев мы выходим на первые продажи, выходим, значит, на клиентов, сразу все запускаем, тестируем. Был, значит, план реалистичный, план оптимистичный или там супер оптимистичный. Нам сказали, ребята, мы вам дадим побольше денег, делайте оптимистичный план. Да, вот. Было бы все здорово, если бы все было так просто. К сожалению, первый релиз мы сделали с опозданием на месяц, и, в общем, мы идем с опозданиями все большими и большими и большими. Я чуть позже расскажу, почему. Первый запуск, первые два релиза, мы, значит, собирали самые базовые анкетные данные. Как бы мы сказали, ребята, ну, вроде все просто. Там есть анкетные данные, есть формулы, берем, заполняем и вперед. Мы вот выкатывали клиентам вот что-то, нечто вот такое, совершенно неприглядное. Это была PDF форма, статичная, прям, ну, как бы супер кондовая. И не сказать, что прям, ну, некрасивая, прямо скажем. Потом мы немного пообщались с клиентами, собрали кучу негативной обратной связи. Вкусвилл к этому относится спокойно, что мы выкатываем сырой продукт и даже очень сырой. Они нам просто выдают, как бы, порцию клиентов из своей аудитории. Мы на них тестируемся и погнали дальше. Значит, третий релиз. Мы дополнили анкету, уже запихали туда, собственно, все параметры, которые нам наговорили люди. Оказалось, что их волнует гораздо больше параметров, чем обычно в обычной анкете. А если все их начать учитывать, то тут, в общем-то, и возникает ответ на вопрос, а почему таких сервисов мы не встретили на рынке. Оказалось, что это просто, ну, как бы сложно. То есть, если подумать, так, то вот все эти параметры, если друг на друга их начать накладывать, а еще их попробовать наложить на те продукты, которые реально есть в магазине, а еще попробовать наложить на те продукты, которые реально есть в магазине сегодня, а их может отсутствовать, вот, то, как бы, получается вообще веселая история. И, в общем, стало понятно, почему таких сервисов нету в отрыве от ритейла. Ну, как бы, ну, потому что бессмысленно. Как бы вам составили идеальный план питания, значит, по всем вашим КБЖУ все прекрасно. Вы получаете рецепты, вы идете с этими рецептами в магазин, покупаете продукты, приходите домой, готовите, и у вас остается туча остатков. И ваш план питания превращается в золотой. Либо вы выкидываете эти остатки, либо вы начинаете их доедать. И все. Ну, как бы, либо с той, либо с другой стороны, ваше, как бы, собственно, питание уходит куда-то в небытие. Правильное в смысле. Мы выкатили людям в следующий раз уже версию получше. Она снова была PDF-ная, снова была статичная. И нам все дружно сказали, ребят, как бы, а мне не нравятся сырники, я люблю там запеканку. Или мне не нравятся котлеты, я люблю там что-то другое. И, в общем, таких вот куча-куча-куча-куча мелких, абсолютно вкусовщиновых таких предпочтений, которые учесть в анкете невозможно. Ну, просто нереально. Потому что там я люблю русскую кухню, но не люблю китайскую. Я вообще люблю капусту, но не люблю квашеную капусту. Ну, в общем, короче, мы собрали тонны вот такой обратной связи. Мы решили, что, ну, как бы, окей, спасибо. Мы вам сделаем интерактивный план. Собственно, вот эта вся конструкция в итоге работала вот так вот. И там вылезла вот эта штука, которая называется база данных. Про которую мы как бы думали, что мы ее соберем, ну, там, типа за месяц. Трудоемкость сбора базы данных оказалась примерно равна трудоемкости разработки алгоритма. Вот. Это нас дико удивило, шокировало, но как факт. То есть собрать базу данных всех продуктов и всех блюд со всеми рецептами, со всеми тегами, чтобы было под все, как бы, параметры, которые вы задаете в анкете, оказалось, ну, просто как-то дико нетривиально. Вот. И плюс еще нужно находить такие рецепты, которые, ну, как-то адекватные, плюс они короткие, плюс они удобные в приготовлении, плюс они вкусные. Вот. Плюс из тех продуктов, которые есть во вкусвилле. Ну, и, в общем, короче говоря, начинается вот такая вот веселая-веселая песня по составлению базы блюд. И вот, короче говоря, мы вот это все собрали. Это был такой MVP-шный вариант. Вот. И план питания в виде ПДФ-ки. Нам вот здесь накидали, значит, всех этих замечаний по поводу того, что не нравится конкретное что-то. Вот. Но плюс еще нам накидали еще целую пачку замечаний. Уже там на третьем-четвертом релизе. Как бы вот это про сложность базы блюд. Вот. А потом как бы не надо предлагать борщ на завтрак. Как бы для нас это абсолютно очевидно. Но не надо предлагать на обед два супа. А вот машине не очевидно. Вот. Не надо предлагать селедку с кефиром. Нам очевидно, машине не очевидно. И вот таких вот супер мелких очевидных вещей оказалось очень-очень много. Ну, то есть оказалось, что просто нормальный план питания, вот просто адекватный составить. Это уже как бы какая-то супер нетривиальная задача. Вот. Ну и, в общем, поэтому сроки разработки начали сдвигаться дальше, дальше, дальше и дальше. Вот. В конце концов мы уже, в общем, так крепко ушли во всю эту историю. Вот. Но нам снова помогли конкуренты. Вот. Снова x5 где-то там, как-то там, кому-то там сказал, что они разрабатывают что-то подобное. И снова коллеги из Кусвелла сказали, отличная тема, давайте развивать дальше. Вот. В этом смысле спасибо конкурентам. И четвертый релиз. Наконец-то мы увидели свет в конце тоннеля. Мы сделали интерактивную версию. То есть человек наконец-то получает план питания уже со всеми вот этими учетом всех-всех-всех характеристик, в котором можно блюдо менять. Ну, то есть вот эта вот заветная кнопочка заменить. Вот. И теперь как бы каждое блюдо можно заменить на ближайший аналог, который по всем параметрам очень похож на ваш. Вот. И, ну, как бы, в общем, тонны вопросов просто сразу снялись. Вот. Плюс, конечно же, мы постарались учесть все вот эти вот параметры, которые были до этого. Там сейчас продолжаем бороться с остатками, потому что вам нужно, ну, как бы, вы в первый день кладете блюдо, у которого там, например, есть яйца, например, яичница. Вот. А купить вы можете только яичница, ну, в смысле яйца, там, 10 яиц в пачке. То есть вы сделали яичницу, у вас осталось 7 яиц на второй, третий, четвертый день. Соответственно, нам нужно придумать блюда, в которых будут яйца, чтобы у вас не оставалось слишком много яиц. Вот. И вот это вот еще, значит, начинается цикл оптимизации остатков. Вот. Ну, короче говоря, вот наворачивание вот этих всех вещей на вот сложность алгоритма, она как бы продолжается и становится все больше и больше. Но в целом, как бы, люди уже начали смотреть, люди уже начали покупать, и самая радостная для нас новость, у нас появились люди, которые начали жить по этим планам. Ну, то есть просто каждый регулярно, каждые несколько дней заказывать полную корзину со всеми планами, со всеми блюдами и, ну, вот, собственно, просто жить на них. Вот. И мы этому дико счастливы. Это не наши друзья, сотрудники, там, какие-то партнеры и так далее. Собственно, выкатывание интерактивного плана вот в августе этого месяца нас сильно продвинуло вперед в сходящейся экономике. Я извиняюсь за то, что не могу показать фактические цифры. Коллеги из Кусвилла сказали, давай пока без них. Но мы прям как бы кардинально продвинулись, особенно вот по этой вот цифре x15 из рекламы в сайт. Это была забавная история, потому что мы начали рекламу делать не на внешней аудитории, а на вкусвилловскую аудиторию. Она оказалась сильно-сильно-сильно-сильно лояльнее, чем внешняя аудитория. В общем, мы как бы преодолели вот этот рубеж 100 клиентов, который у нас там был запланирован на май того года в оптимистичном плане. Мы реализовываем этот оптимистичный план уже с отставанием, в общем, там довольно сильным. Как бы почему вообще получилось? Ну то есть вот это как бы задача, которую мы сейчас понимаем, что она там приличной сложности. Почему получилось? Потому что изначально был калькулятор для перевода рецептов в параметры КБЖУ. Супер нетривиальная математика. Ну то есть у вас есть рецепт про какой-нибудь там плов, и вы знаете, какой там рис, продукты, как их готовить, и вам надо все эти параметры забить в калькулятор, и он вам должен выдать КБЖУ блюда с учетом параметров приготовления, варки, усушки, утруски и так далее. То есть это определенный калькулятор, который у нас просто был, а там внутри заложена очень нехилая математика. База продуктов, которые просто есть, они качественные, они проверенные, они хорошие и так далее. База рецептов блюд, которые нам тоже дали, ну просто с партнерами договорились. Бренд и аудитория, на которой можно все это довольно быстро тестировать, и нам отсыпают ровно столько аудитории, сколько нам нужно. То есть нам нужно 10 тысяч человек, нам отсыпают 10 тысяч человек. Ну и хорошее представление о правилах составления плана здорового питания. Собственно, эксперты нам, когда начинали всю эту историю, мы прописали просто формулы. То есть как пересчитываются формулы из роста, веса, возраста и так далее, и всех официальных историй в конкретные параметры, которые должны быть в плане питания. А мы достроили, в общем-то, ну небольшую вещь, на самом деле мы достроили сверху. И оказалось, что даже эту небольшую вещь достроить, ну как-то непросто. Но, в общем, самый большой инсайт, что вот рекомендательный сервис питания это сложно, что здоровое питание на самом деле никому не нужно. Вот. У кого-нибудь есть гипотеза о том, а что нужно? Ну то есть вот как бы если здоровое питание не нужно, то что? Экономия времени, раз. Это правда. Что? Давайте переформулируем. Выбирали за них это что? Проблема поиска. Проблема поиска. Есть. Достов в еде в любой удобный месте. Если я наработал, ты не можешь туда сходить в другое место. Смотрите, вот любое место, то есть там, я не знаю, например, Яндекс, вот эта кухня, dark kitchen, которые готовят, привозят… А, то есть в смысле ты что-то заказываешь, но ты не понимаешь, как бы это входит в свой план или не входит в твой план. Да, это проблема постоянного расчета параметров той еды, которую ты кушаешь каждый раз, чтобы сидеть и высчитывать все эти КБЖУ, чтобы понять, в день ты помещаешься или не помещаешься. Да, есть такая ценность. Еще? Это экономия времени на поиск, экономия времени на подбор. Есть такое, оптимизация остатков, непокупание лишних продуктов, эмоциональные покупки во время магазина, во время покупки в магазине, либо отсутствие остатков, если ты весь план себе забиваешь кулинарией, фруктами, овощами и так далее. Качество? Ну, в смысле, я хочу хороший помидор, а не не хороший. В смысле, мне, я готовлю, я хочу готовить скидку, 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 скидку. Даже если, например, не хорошее время. Я когда-то покупаю форму из 800-800, когда помидоры без пусты, меня это напрягает. Я чревухонник, я хочу ослаждаться этим приколом. Окей, это проблема поиска продуктов под рецепты. Мы ее в таком виде видели или я неправильно понял? Окей, ну, хороший… Хороший продукт. Да, подбор хороших продуктов под рецепты. Еще вопрос, что нужно людям, которые приходили. Да, да, вот как бы ответ на вопрос, как бы, что вы искали и что вы получили, там ни разу не звучало здоровое питание. Ну, точнее, он звучал обычно вторым, третьим, четвертым пунктом в списке. Вы сейчас людям, здесь еще проще, мне нужно похудеть, мне нужно набрать массу или там, чтобы на живот не болел. Какие сервисы? Да, про похудение сервисов тьма, тьмущая, просто до невероятности. Было, наверное, несколько человек, которые сказали, да, я хочу с вашим сервисом похудеть, но только я пока не понял, я похудею или нет. А с клиентами? С клиентами. Ну, то есть у нас есть несколько… Да, у нас там больше ста платящих клиентов, есть те, которые просто живут на этом плане. Вот это немного, их там буквально около десятка человек. В этом смысле я, ну, как бы еще ни один клиент не сказал, что он прям похудел на нашем плане. Вот пришли те, кто как бы с этой целью, это правда. Особенно классные ребята веганы. 50% нашей аудитории это веганы, вегетарианцы, пескетарианцы, оволоктовегетарианцы. И вот там у нас 5 вариантов вот этого всего разнообразия. Вот можно просто отменить красное мясо, например. Там можно гастрит себе включить, можно диабет включить, можно еще что-нибудь включить. Но как бы разные комбинации. Вот под эти комбинации люди прям активно приходят, говорят, ребят, как бы, типа, блин. Я просто улыбаюсь, потому что у тебя просто медицинская рекомендация, тебе нужно специальное питание. И ты вместо того, чтобы заморачиваться, ты входишь в какие-то новые продукты и так далее, ты просто берешь сервисы, потому что тебя это доставляет. То есть у тебя может быть непереносимость для определенных продуктов. Да, экономия времени на составление плана питания под свои сложные какие-то ограничения. Экономия времени, экономия денег. И довольно часто экономия беспокойства за непонимание того, я ем по нормам или не по нормам. Я просто все сервисы перейдить пробовал, я уже 5 лет не готовлю вообще. Себе меня наставляют еду, потому что все сервисы... Друзья, можете поднять руки, кто готовит еду? Отлично. Кто готовит всю еду? Окей. А кто готовит меньше половины? Отлично. Здорово. Вот, собственно, у нас плюс-минус разбивка не такая у нас, аудитория. Самые активные покупатели 30 лет. Ну и вот такое колоколеобразное распределение. И, собственно, мы, поскольку даем возможность человеку выбрать, он заполняет свой план питания рецептами или готовыми блюдами или вперемешку, то, в общем, мы видим, что те, кто приходят за рецептами, они, в общем, довольно четко понимают, потому что они говорят, ну как бы вот grow food, вот ваш, я как бы сравнил, вперед, погнали. А вот те, кто с рецептами, у них сложнее. У них там остатки остаются. И мы сейчас решаем эту проблему. Поэтому для вот этой части аудитории мы сейчас как бы доделываем наш сервис. Я надеюсь, мы его скоро доделаем. Итак, друзья, я закончил свое короткое выступление. Я постарался уложиться побыстрее, чтобы время было для вопросов. Да. Отлично. Спасибо большое. У нас действительно есть время для вопросов. Я вижу, вот там вот первый вопросов много, это хорошо. Да. Да, Ольга Сгибнева, директор по маркетингу СДЭК. Расскажи, пожалуйста, Анатолий, как вы работали с вкусвеллом, вот с точки зрения распределения ролей и каких-то, может быть, тонкостей, как вы комбинировали работу? Потому что, вот, допустим, из моего опыта очень сложно работать вообще по новому продукту, с большой долей каких-то гипотез, генераций, итераций, даже с командой внутренней, которая только тобой занимается. Ну и сто процентов были проблемы, они наверняка тебе понятны. Расскажи, как решали. Спасибо за вопрос. Команда почти вся внешняя. В этом прелесть вкусвелла. Они умеют, любят и часто практикуют работу с внешними командами. Например, мы как бы для них внешняя структура. И меня наняли как второго продукта в дополнение к тому продукту, который сидит внутри вкусвелла, обеспечивает нас ресурсами из вкусвелла. Вот, соответственно, есть еще два стажера, есть еще бизнес-аналитик от нас, есть еще команда разработки, три человека, которые тоже внешние люди. И есть бюджет, который мы защищаем каждые N что-то там месяцев. Вот, ну как бы, и дальше мы просто раз, ну как бы мы говорим, что мы обещаем к следующему там защите принести вот такие результаты. Все. Они как с ней связаны с результатами? То есть вот ты должен принести деньги или там команда внести? В конце концов, конечно. А по ходу дела, не-не-не, смотрите, как бы вот первые самые гипотезы, которые были… Оп, что-то закрыли уже. Первые самые гипотезы, которые были первые месяцы, там было не про деньги. Там было про то, что вообще как бы люди начнут приходить, хоть какие-то будут конверсии, отклики, что мы из касс-девов вытащим какую-то конкретную информацию. Поэтому у нас гипотезы были на короткий срок. То есть мы говорим, ребят, нам на этот срок нужно столько денег, мы будем получать вот такие результаты. Получили результаты, как бы защитились, они говорят, окей, погнали дальше. Какие следующие гипотезы? В общем, мы работаем вот такими спринтами по несколько месяцев. Нас двое? Нас двое, да. Да. Мы договариваемся. Ты проговорила, потому что, ну, как бы логика очень понятна. Либо договорились, либо эскалировали. Ну, ясно, понятно. Но когда начинаешь работать, возникают какие-то нюансы. Нет такой возможности эскалировать. Ну, то есть просто такая возможность отсутствует. Ну, хорошо. Вот что будет, если вы не договариваетесь? Если продукт внутренний говорит, слушай, я с тобой не согласен. И ты говоришь, я не согласен. При том, что у тебя контракт с вкусвиллом, насколько я понимаю. И есть какой-то конкретный человек на стороне вкусвилла, который там с тобой его подписывает. Вот меня вот эта вот часть интересует. Как это выстроено процессно? А перед кем ты де-факто отчитываешься? И вот, ну, отсюда мои вопросы. Да, вкусвилл действительно крайне необычная структура. И когда мы с ним научились работать, вышли на внешний рынок, мы обнаружили, что таких компаний больше нет. Вот. Я отчитываюсь довольно слабо. Мы отчитываемся вот ровно по тем спринтам, которые я назвал N несколько месяцев. И дальше это все остальное, это наши проблемы. Кому отчитываетесь? Чего? Отчитываетесь по спринтам кому? А, топ-менеджером. Топ-менеджером. Ну, есть вот совет вкусвилловский, там топ-менеджеры, там всякие сотрудники и так далее. Они, собственно, принимают решение, как бы вообще, ну, дальше проект живет, не живет, денег давать, не давать. То есть такой продуктовый борт, который вот там раз в какое-то время вы проходите. Ну, да, да. Вот. Но они, ну, как бы, я не знаю, ну, просто нет такой опции эскалировать проблему. Ну, как бы. Ну, по сути, ты ее эскалируешь на продуктовый борт, если она возникнет. Ну, не возникало в этом проекте. Ну, окей, спасибо. Ну, просто мне сложно представить, как бы, как это вообще, в принципе, возможно. То есть что мы вынесем какую-то проблему на борт. Может быть, я просто еще не сталкивался с такой ситуацией. Вполне возможно. Не исключаю. Все немного сложнее. За 4 года работы совместной и понаделанных нескольких сотен проектов возможность разрыва контракта тоже обросла некоторыми нюансами. Друзья, давайте тогда этот вопрос вынесем в кулары, потому что есть еще несколько человек, которые тоже давно тянут руки. Давайте вам. Привет. Меня зовут Татьяна. Я работаю в ForFresh. Мы про вкусы очень много всего знаем, партнеримся. У нас очень похожий проект по подбору косметического ухода. И мне интересно, сколько у вас заняло времени от идеи до реализации, той, которая уже в приложении, и какие ошибки ты бы, вот уже как бы глядя на это задним числом, что можно было бы сделать лучше на этом пути. Мы сейчас на этапе фиговых некрасивых PDF-ок, которые делают эксперты руками. Это примерно 50 подборок в день сейчас, и дальше надо выводить это в продукт. Ну, я бы заранее заложил бюджет на IT x3, x4. Вот, просто сходу. И какого-нибудь очень дисциплинированного человека на Каздеве. Вот, прям, который вот прям реально фиксирует, регулярно проводит, там очень качественно разговаривает. Это вещь, которая у нас иногда вызывала споры, и нам приходилось переделывать Каздевы. Вот, и здесь нечеткая фиксация нас иногда тормозила, иногда генерила неправильные гипотезы и так далее. Вот, это бы я посоветовал как бы сделать прям очень таким четким, потому что из Каздевов рождается план работ. Вот, прям, один в один. То есть нет подтверждения в Каздевах, не вставим задачу. Ну, мы его до сих пор пилим, вот, собственно, с января. Ну, вот с января, сейчас девятый месяц идет. Ну, вот команда разработчиков плюс команда, которая пилит блюда. Блюда, вот, но я не знаю, в вашем, наверное, кейсе не нужны блюда. Не нужно базу собирать. Окей, спасибо. Я ответил на вопрос? Да, конечно. Так, еще вопрос? Да, Анатолий, спасибо большое за доклад. Очень круто. Можно отматываться в лето 2020 года. Можно не отматываться. Вы сказали просто о том, что там был запрос у стейкхолдеров найти рынок без затрат, комплементарный вкус виллу с оценкой 12-15 миллиардов в год. И как-то очень так скользко сказали, что ну вот родилась идея рекомендательного сервиса. А как она родилась? Нет, 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 смотрите. Окей. Сто ритейлеров. Мы проанализировали, какие еще бизнес-модели. Они запускают параллельно со своей основной бизнес-моделью по продаже продуктов питания. Ну то есть там кто-то сдает в аренду холодильники, кто-то там что-то меряет помещение, кто-то там вот рекомендательные сервисы запускает, кто-то еще. Ну то есть порядка было 40 различных бизнес-моделей. Мы просто выписали большой-большой список с примерами. Они посмотрели весь этот список и сказали вот это. Давайте попробуем вот это. Как они выглядят? Почему именно это? Почему не это? Ну я не залезал к ним в голову. Вот. Не знаю. Ну смотрите, был разговор такого типа, что типа мы об этом думали уже несколько лет подряд. Поэтому я думаю, просто им вот это откликнулось, что они просто об этом думали уже давно. Я видела еще. Привет, я Надя. Я менеджер продукта в Джумье. У меня такой вопрос возник. Я просто тоже сейчас запускаю продукт с нуля. И мне интересно в итоге, как ты формулируешь сегмент, с которым вы работаете. И почему вы решили, что именно этот сегмент? Ну то есть типа почему именно его вы выбрали в качестве основного? Я не называл никакой сегмент. Может быть, ты имеешь в виду какой-то конкретный сегмент? Ну вы решаете проблему какого-то, ну вот какой-то группы пользователей. Что это за проблема? Или как вы, то есть вы как-то фокусируетесь, как-то сегментируете аудиторию, с которой работаете? Ну сейчас уже начинаем. А, то есть конкретно сейчас нет какой-то выделенной проблемы, с которой или какой-то, не знаю, демографически, может, вы персону выделяете какие-то характеристики? Нет, есть просто джоба конкретно, который делает наш сервис. У разных людей она разная. Как еще раз этот джоба звучит? Вот, собственно, по этим джобам мы как бы и топим. Ну, там, например, вот у веганов или у людей с сложным набором ограничений им тяжело подбирать блюда. И там даже проблема не в том, чтобы тяжело подбирать блюда, потому что ты как бы голодным останешься, если не подберешь. Но ты один раз подобрал, тебе хватило силы один раз подобрать. А дальше ты ешь, это каждый день. И вот это вот однообразие их как бы сильно демотивирует. И они приходят к нам за разнообразием. То есть проблема подбора блюд, когда уже не хватает мотивации на то, чтобы самому сесть и начинать подбирать. У тех, кто готовит, ну, в смысле покупает готовую еду, их как-то, ну, вот мы заметили, раздражает то, что еда невкусная, она приедается очень быстро. Ну, там месяц, два, три. Ну, вот, по-моему, срок жизни вот этих клиентов, вот этих сервисов, он там типа в среднем 2-3 месяца. Вот. И у них в целом в наборе блюд там, ну, 100-150 блюд. Вот. У нас там уже за 8 сотен перешло. Вот. А почему вы решили именно на этом сегменте остановиться? А мы не решали на этом сегменте останавливаться. Мы делали сервис в гипотезе, что это людям откликнется. Это людям откликалось, а дальше мы выяснали, почему это откликается. Вот. И дальше вдруг оказалось, что это откликается разным людям по-разному. И уже, ну, исходя из касс-девов, мы уже сегментировались и начинали разговаривать с разной аудиторией по-разному. То есть, по сути, у нас сейчас один и тот же лендинг на всю аудиторию. И мы просто исходя из касс-девов узнаем, что люди по-разному, ну, из-за разных причин приходят к нам. Вот. Спасибо за вопрос. Еще у кого-то вопросы есть? Последний есть возможность задать. Окей, тогда большое спасибо. Было очень интересно. Всех приглашаю тестить наш сервис. Субтитры сделал DimaTorzok